всем привет меня зовут наталья и вы находитесь на моем канале все в жизни связано в этом видео я сделала для вас подборку всех вязаных шапок разных моделей которые есть на сегодняшний день у меня на канале видео много они не сразу попадаются на глаза многие мне писали в комментариях спрашивали где найти мастер-класс по вязанию шапку с двойным отворотом где найти мастер-класс по вязанию шапки бини и так далее я решила собрать вам все эти мастер-классы вместе сделать обзор и под видео оставить ссылки на каждую модель которая вам будет нужна которая будет необходима шапки у меня связаны преимущественно из ангоры и из пухонорки также есть несколько вариантов мужских шапок которые связаны из мериноса и или из кашемира вязать можно из любой зимней пряжи которая вам нравится и которые вы отдаете предпочтение модели шапок совершенно разнообразные как одинарные которые подходят на диме сезон на раннюю весну или на раннюю осень и на весну на евро зиму так и более теплые с двойным от вас одинарным отворотом двойным отворотом а также двойные шапки бини в общем каждый найдет себе ту модель которая ему по вкусу и которую хочется связать просто просмотрите видео и выбирайте ту модель которая вам больше нравится и вяжите с удовольствием красивая невесомая симпатичная очень оригинальная шапочка в технике бриош посмотрите она двухцветная состоит из двух оттенков внутренние дорожки у нее белые белого цвета наружные голубого в этой технике вы можете использовать цвета такие какие вам понравятся и главное чтобы у вас было два любимых цвета и чтобы они сочетались между собой и тогда выйдет вот такая необычная оригинальная и симпатичная шапочка значит вот так очень красиво и оригинально сочетаются два цвета если в обычной технике мы можем только полосками сочетать то здесь видите вот такими вертикальными и очень симпатичными выглядят очень фабрично да шапка может быть двухсторонней посмотрите вот с обратной стороны она выглядит вот таким образом только здесь уже доминирует белый цвет вот если ее вывернуть вот таким образом то можно носить и на другую сторону подбираете себе два цвета которые бы вы хотели иметь и вяжете и каждый раз меняете цвет модель шапки очень интересно я думаю многим понравится и многие захотят себе связать тем более что цвета можно использовать совершенно различные и каждая шапка будет индивидуально и неповторима я желаю вам чтобы у вас все получилось и вы были довольны своим результатом и можно приступать к вязанию значит мне очень понравилась эта модель она хоть и достаточно то тонкая связано всего лишь две ниточки но за счет вязки резинкой она более плотная получается и более теплая значит мне понравилась эта модель тем что здесь идет чередование вот такой резинки два на два и четыре на четыре который отделяется друг от друга вот такой красивой полосой из аранов симпатично это идет как украшение как отделка шапки вот у нее очень интересная симпатичная макушечка вот такая круглая которую тоже мы с вами свяжем здесь особенно когда я скомбинировала несколько оттенков очень хорошо ее видно ну в принципе и на однотонной тоже симпатично смотрится эта макушка вот таким будет посвящен вязанию вот такой вот красивой зимней теплой ангорковой шапочки вот таким необычным узором вяжется очень просто очень такой симпатичный универсальный рисунок расскажу вам как связать вот такую самую простую элементарную шапочку для мужчин значит особых никаких здесь секретов нет но для того чтобы не тратить время на расчеты под расчет по высоте по ширине по размеру и так далее я уже это все подсчитала и подрассчитала и просто вам в этом мастер-классе покажу и расскажу сколько какое количество петель набирать на определенный размер значит сколько должна быть высотой резинка которая будет на ушах чтобы немножко ушам было теплее сколько дальше лицевой гладью нужно будет провязать до убавок и дальше по убавочкам шапочка очень такого классического кроя кроя она садится очень хорошо анатомически на голову нравится вот такой вот шапочки бини из пуха норки значит они одинарные но связаны в две ниточки они получаются вот такие нежные мягкие пушистые но в то же время не толстые значит вязать эти шапки эту такую шапку я буду и эти в принципе у меня связаны из пряжи пух норки зимней шапочки связанной пышной резинкой этот способ вязания придает вашей шапке такую невероятную пышность и объемность в отличие от обычной резинки когда мы вяжем она такая вся воздушная пышная и смотрится совершенно по-другому наряднее и красивее нежели бы мы вязали с обычной резинкой один на один эту шапку можно связать разной длины например просто без отворота шапочку бини вот она будет с вами у вас связана вот такой пышной резинкой и за счет этого она будет теплее чем обычная шапка бини связанная лицевой гладью также вы можете связать уже на такую средней температуре средней морозности зиму шапочку с одним отворотом вот как у меня непосредственно и также вы можете связать уже на теплую он точнее на холодную зиму более теплое изделие это шапку с двумя отворотами вам просто нужно будет привязать большую высоту или как правильно там сказать длину этой шапки значит что вот такой берет из ангоры вязать его про просто быстро закрывать вариантов закрытия макушки существует очень много в данном случае у меня это будет вот 8 на 8 клинышка мы будем разбивать и вот такой 8 на 8 клиньев мы будем закрывать макушечку здесь у меня вот еще имеется вот такой хвостик кому не нравится его можно не вязать этом видео покажу и расскажу как это делать уроки я вам покажу и расскажу как связать вот такую самую самую простую модель вот такой шапочки ушанки вяжется она очень легко очень просто и довольно таки быстро значит что вам потребуется для вязания вот такой шапочки ушанки значит я вязала из пряжи пух норки также вам понадобятся спицы круговые номер 4 понадобится маркер для обозначения начала ряда понадобятся ну ножницы игла с широким ушком сантиметровая лента а также вам еще понадобятся либо носочные либо любые другие спицы такого же размера четверка потому что наша шапка будет состоять вначале будет вязаться из четырех отдельных частей а потом мы будем мы замкнем все эти части в круг значит она будет видео урок будет посвящен вязанию вот такой вот красивой шапочки бенни из шерсти мериноса с вот такими вот жгутами или косами кому как больше нравится вяжется шапочка очень легко и очень быстро по пряжи по количеству вам понадобится у меня шапочка 70 грамм получилась значит по модели она получается как обычная динарная шапка бенни только не гладкая а вот с такими узорами кому нравится можно сюда потом пришивать помпон а вот будет смотреться очень красиво а вообще с этой вязкой она смотрится очень интересно и очень фактурно значит вязала я эту шапку из стопроцентного мериноса и сегодняшний мой видео урок вот такой красивой нежной шапки из ангоры с таким красивым рисунком кантом который идет обрамляет эту шапку а вот я покажу вам поближе насколько она пушистая нежная и мягенькая на ощупь и вот такой вот красивый кант из узора это фрагмент из узора ложная коса который есть у меня в видео предыдущих а бини обычные мы вяжем в две нити то это среднее между двойной и между просто одинарной бини вот связана в три нити и очень даже она и в легкий мороз согреет и от сырости убережет в общем такая универсальная модель хочу вам показать и рассказать как я вязала вот такую лимонную шапочку из пряжи ангора 50 хочу показать как она раскрылась это у нее в это я провела всего лишь один раз вязала я ее из ангоры 50 как я сказала в составе которой 50 процентов пуха ангорского кролика и 50 процентов нейлона метраж у нее 800 метров 100 грамм я научу вас вязать шапку из шерсти мериноса вот такой вот красивой рельефной резинкой не знаю резинка это или не резинка может это просто узор такой вот она довольно таким красивой фактурно смотрится и при этом очень такая эластичная и прекрасно держит и сохраняет форму изделия шапка у меня будет с одним отворотом вязала я уже как я уже сказала из шерсти мериноса с кашемиром у фирма на лана гата в мотке 50 грамм 200 метров всем привет вы находитесь на моем канале все в жизни связано и сегодня я хочу презентовать вам вот такой комплект который связан в двух цветах состоит он из шапки до из двойной шапки бине и и двухцветного снуда связанного жемчужным узором и следующие два урока будут посвящены вязанию именно этих двух изделий сейчас хочу поподробнее остановиться на каждом из них начнем с шапки шапка моя связана в двух цветах белый и розовый она двойная обе ее половинки состоят из абсолютно одинаковых частей можно носить ее как на одну так и на другую сторону как белой стороной так и розовой стороной за счет того что она двойная она очень теплая объемная и очень приятная и мягкая к телу связан мой комплект из пухонорки на шапку ушло у меня два моточка то есть 100 грамм один моточек розовой пряжи и второй моточек белой пряжи на снуд у меня ушло чуть чуть больше 50 грамм ну если хорошо постараться можно и в 50 грамм уложиться я думаю шапка связана у меня на спицах номер три с половиной а снуд связан на спицах номер пять шапка связана обычной классической вязкой лицевой гладью а снуд связан фактурным жемчужным узором значит снуд можно носить разной стороной к шее если к примеру вы надеваете шапку розовой стороной то ближе к лицу вы можете надеть снуд тоже розовой стороной и будет у вас вот розовый комплект если же вы наденете шапку белой стороной и развернете снуд к лицу белой стороной у вас получится белый комплект а может кому-то нравится носить в шахматном порядке так что модель универсальная можно носить так как больше кому нравится потому что шапка у нас будет двойная двухсторонняя двухцветная шапка у нас будет с рисунком с вот таким красиво интересная коса как с орнаментом я схему выложу в видео но и также поэтапно в процессе вязания буду каждый ряд показывать каким образом он будет вязаться значит шапка у нас двухсторонняя как я сказала сейчас я ее выверну для того чтобы вам удобнее было видеть вот она состоит из двух цветов вот розовая какао и карамель рисунок у нас будет только на одном цвете а второй цвет у нас будет чистый и гладкий таким образом связав одну шапку вы получаете сразу две вот этой красивой лавандовой шапки с двойным отворотом вот таким образом она связана вот какая она на самом деле длинная и вот так вот в два отворота очень теплая пушистая и объемная она у нас получится вязать мы нашу шапку будем из пухонорки в этом мастер-классе я расскажу вам как набирать эластичный наборный край для того чтобы резинка потом у нас не стягивала шапка не стягивала а была вот такая вот эластичная красивая и этот край на самом деле похож на фабричный край дальше я расскажу как правильно разворачивать петли для того чтобы резинка один на один смотрелась ровненько и красиво расскажу как мы будем убавлять макушку как мы будем ее формировать и закрывать в общем практически от первой петельки до последней вы узнаете все об этой шапке посвящен вязанию вот такой мужской шапочки с отворотом из шерсти мериноса пряжа у меня вот такая lanagata vip метраж у нее в 50 граммах 200 метров на такую шапку нам понадобится ровно два мотка вот они у меня приготовлены вязать мы будем в две нити немножко о пряже очень мне очень нравится эта пряжа она на ощупь очень мягкая нежная и текстура у нее такая шелковистая поэтому кроме плюсов я больше про эту пряжу сказать ничего не могу вот посмотрите как она здорово у меня шапка связана резинкой один на один смотрите как она здорово это причем шапка мужская на размер 58 60 и посмотрите как она держит резинку как она вот растягивается и потом принимает форму ту которая была а вот